38 тысяч северодвинцев не заплатили налоги в 2014 году. Налоговая инспекция приступила к принудительному взысканию задолженности по имущественным налогам. В бюджет своевременно, то есть не позднее 1 октября, поступило 148 миллионов рублей. Это на 97 меньше, чем было исполнено инспекцией. Местный бюджет пополнился на 25 миллионов рублей за счет платы за земельный налог и налог на имущество физических лиц. Региональный бюджет обогатился на 123 миллиона рублей за счет платежей по транспортному налогу. Самые дисциплинированные налогоплательщики – владельцы транспортных средств. В установленный срок перечислили 62% от положенной суммы. Для собственников недвижимого имущества этот показатель составил 53%. Меньше всех налоги заплатили владельцы земельных участков – 42% от исчисленной суммы. В настоящее время инспекция приступила к установленным законам порядку принудительного взыскания задолженности. Что это значит? Значит, мы направили должникам требования об уплате суммы налога и причитающейся пении. Рассылка документов осуществляется централизованно через Санкт-Петербург. На оплату налогов дается срок 10 дней. В случае неисполнения налоговые органы вправе обратиться в суд. В случае взыскания задолженности в судебном порядке это повлечет для должника дополнительные расходы. Кроме пении, которая начисляется за каждый день просрочки в размере 1,03 от ставки Центробанка, должнику придется уплатить еще госпошлину. А в случае взыскания задолженности через службу судебных приставов еще и исполнительный сбор. Судебные приставы применяют комплекс мер – от ареста имущества до запрета выезда должника за границу. Заплатить налоги можно на сайте Федеральной налоговой службы с помощью интернет-сервисов «Заплати налоги» и личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Там же можно распечатать квитанции и осуществить платеж через интернет. Кроме того, получить квитанцию на оплату налога можно в операционном зале инспекции на Первомайской, 3.